У меня вопрос сразу к Андрею Пьянковскому, который находится в Соединенных Штатах. Вы все же чувствуете, Андрей, как-то новую американскую администрацию, как она относится к тому, что происходит на территории Украины, и особенно в конфликте с Россией. Но сегодня вы в Твиттере написали, что по вашему пониманию Путин готовится или Путин готов к широкомасштабному наступлению в сторону Украины. Что вас привело к такому заключению? Подбери меня наблюдение не столько вашингтонские, сколько за состоянием сознания обитателя кремлевского бункера. Но вы уже говорили об этом. Мы все в течение последних двух недель наблюдаем развитие классической гитлеровско-сталинской операции «Глевиц» или «Манива», если использовать ими этой финской деревушке, когда агрессор обвиняет жертву в инсировании, в открытии, в начале военных действий. Об этом российская пропаганда кричит 24 часа в сутки. И вот что я заметил, есть у меня такая работа, следить за кремлевскими спикерами, очень неблагодарная, но нужная. Вот эта кампания «Глевица», она особенно как-то почти эфорически усилилась после трехсторонней встречи Путина, Меркель и Макрон. Конечно, все мы почитали пресс-левизы Елисейского дворца, и там было нечто другое, чем утверждала пропаганда Путина о том, что три больших, серьезных государства поставили в угол Украину, не выполняющие Минские соглашения, и обсуждают, как ее наказать и что с ней делать. Это было не так. Но в любом случае сам факт, и я это констатирую, сам факт вот этих переговоров за спиной Украины, о судьбе Украины, он очень-очень взбодрил кремлевских агрессоров, и вот эта операция, она, казалось бы, близилась к своему завершению. А дальше холодным душем явился вчерашний разговор министра обороны Остина с министром обороны Украины Тараном. Вы знаете, в последние две недели я участвовал в массе дискуссий в украинских СМИ, где многие уважаемые оппоненты так дружно проводили одну и ту же линию. Украина никому не нужна на Западе, никто ее не поддержит, никто на нее вступится. Большие державы уже договорились, Путин и Байден уже обо всем договорились, не надеетесь ни на какую поддержку. Я был абсолютно убежден в обратном. Не потому, что я обладаю каким-то инсайдом здесь в Вашингтоне, хотя я им обладаю, но совершенно очевидно соображение, что Америка просто не могла из соображения, из представления о собственной безопасности позволит безнаказанную агрессию России после семи лет переговоров, уговоров, форматов, форумов и так далее. Это бы означало полный провал всей системы безопасности в Европе, и не только. Америка потеряла бы полную крадебилити в Индотехианском регионе, где ее основной соперник Китая, где она пытается выстраивать систему безопасности с такими державами, как Япония, Индия и другие. Никто бы не поверил больше никаким гарантиям Америки. Дать безнаказанно провести такую агрессию для американцев означало бы уйти из мировой истории. Это означало бы конец Запада, конец свободного мира, как мы понимаем от понятия. И я был абсолютно убежден, что американцы никогда этого не допустят. И, собственно, Москву предупреждали. Вчерашнее предупреждение, собственно, не первое. Ее предупреждал Джек Селиван. Он совершенно конкретно объяснял господину Паттершу, что будет делать Америка в случае такой агрессии. Но, видимо, в Москве не поняли. И вот вчера министр обороны, он говорил с украинским министром обороны, но обращался он, может быть, даже еще больше, к Путину. И таким языком Америка никогда не разговаривала. Вот я заканчиваю свое вступление. У нас много участников. Но вот представьте себе, чтобы в 1956 году, например, президент Эйзенхау заявил Хрущеву. Я знаю, что вы собираетесь вторгнуться в Бенгрию, но мы этого не допустим, и безнаказанно это вам не пройдет. Или то же самое Джонсон Брежневу в 1968 году предупреждал бы о недопустимости вторжения в Шасселаке. Это было шоком. Для меня это было неожиданностью, а для кремлевских вождей это было шоком. Пропаганда исчезла часов на 18. Они не знали, как вообще комментировать, как упомянуть об этой беседе. Но вот сегодня утром они как бы оживились, и вот этот глявец снова, снова, снова продолжается. Значит, вы говорите о том, что в принципе Соединенные Штаты, они дали это понять открыто Кремлю, что они не допустят дальнейшего движения российских войск вглубь Украины. Это дословно было сказано министром обороны. Я не пленился, почитал английский оригинал. Там есть выражения даже более жесткие, неупомянутые в переводе. Ну, во-первых, там unververing support, непоколебимая поддержка территориальной целостности и сувеницет Украины, но даже больше. Поддержка не только сувеницет территориальной церкви, но и ваших Euro-Atlantic aspiration, ваших евро-атлантических устремлений. То есть это разговор с союзником. Это примерно тот текст, который американский министр обороны или президент, с какого он обратился бы к союзнику по НАТО, которому угрожает российское вторжение. Редактор субтитров А.Семкин